Жаловаться не на что. Сам напоролся, сам упал. Бесчастно. На Баранова. Тот делает навесную передачу. Скидывает мяч Титов и 1-0. Ну вот теперь все действительно красиво и это действительно гол. Ликование трибуны. Еще раз напомню, что матч происходит на стадионе Торпеда, где хозяевами являются торпедовцы, но их вообще практически не видно. Ну что, 1-0. Все действительно было изображено очень и очень красиво. Сладываю впечатление, что как на тренировке просто отрабатывали этот розыгрыш мяча Спартакуса. Вот давайте посмотрим еще раз передача Баранова, скидка головой Титова и без каких-либо помех, без каких-либо абсолютно помех бил по мячу в футболе Спартака. Ну что, 1-0. Счет по делу. Если так дальше будет продолжаться, то я думаю, что одним забитым мячом Спартака, конечно, не ограничится. Ну, конечно, диву можно даваться в отношении того, каким образом Дмитрия Парфенова можно было не где-нибудь в центре поля, а в штрафной задней информационных выпусках на нашем канале или, может быть, на каких-то других. Сейчас посмотрим. Сахмей Струк навешивает на Робсона, тот бьет головой и... 2-0. Ну что, браво, Лоис Робсон. Безусловно, получилось все красиво. Не могу я сказать, что Робсон отличается фантастическим умением играть головой, но на сей раз вышло. Помните, Владимир Бесчастов тоже раньше головой не особенно себя демонстрировал, а в такой важный мяч сумел добить за сборную. Сейчас полетели дымовые шашки, которые дымятся и горят прямо на поле. В этом мало хорошее. Вы пока смотрите повтор. Винить Коско, наверное, в какой-то степени можно, но, безусловно, очень уж удачным получился удар. И по такой траектории летел мяч, что шансов, конечно, спасти свои ворота у Коско был минимум. Не начинает игру вот именно из-за этого. Сейчас арбитр правильно делает. Совершенно сейчас. На поле побежали пожарные, смотрю, да, с огнетушителями. Это все серьезно. Сейчас, наверное, я надеюсь, вы это увидите, а не Робсона. Потому что зрелища ждут и, похоже, что дождались. Да, поднимает руки к небу арбитр. Выдает соответствующие трели на гора. И, соответственно, матч заканчивает тем самым. Ну что же, 2-0.